это наш ежедневный ритуал мы выходим за территорию потому что киоша отказывается ходить в туалет на территории дома у меня такое ощущение что он воспринимает весь участок как дом поэтому чтобы он сделал свои дела нам необходимо выйти за пределы а а а а а а а а Сегодня утром я должна была поднять и накормить бабушку. Это съела большую часть моего дня. Сейчас 2 часа, и я все еще не завтракала. Поэтому я приготовлю себе вот эти фермерские яйца. И у нас осталась запеченная картошка со вчера, которую мы приготовили в мангале. Ароматная, с дымком. Я сделаю из нее нечто вроде хашбраун и съем с фермерскими сливками. Это будет восхитительно. У нас здесь недалеко находится коровник. И они готовят очень много молочных продуктов. Это и творог, и сливки, и свежее молоко, сметана. Такого качества и вкуса продукции я не встречала, наверное, нигде раньше. Поэтому я бы сказала, что готовить за городом, по крайней мере, в нашем случае совершенно несложно. Ты просто сгребаешь все свежие продукты, жаришь их вместе, делаешь салат. Не нужно изобретать велосипед. Говоря о салате, есть ощущение, что у нас закончились помидоры и огурцы. Сегодня вечером нам нужно будет прогуляться до дома тетеньки, которая ссадит все это и продает нам. Это не ближний путь, но поверьте, оно того стоит. Это прекрасно. И остатки моего утреннего кофе, из которого я решила сделать айс-латте. Потому что погода сегодня явно располагает к напиткам со льдом. Если верить прогнозам синоптиков, это наш заключительный хоть сколько-то солнечный день на ближайшее время. Поэтому я хочу провести на улице как можно больше времени. Я подумала, что это отличный повод заняться цветами. Они уже давно изжили себя, и мне нужно найти секатор и обрезать все лишнее. КОНЕЦ Господи, последнее время темнеет за окном, начиная с космической скоростью. Всякий раз, когда у меня здесь появляется свободное время, хотя бы час времени, как сейчас, я очень хочу потратить его на что-то существенное, я не знаю, на что-то полезное для моего мозга и кругозора. У моего любимого лектория «Синхронизация» недавно вышел новый курс под названием «Осторожно, модерн». И сейчас я разрываюсь между ним и между курсом «Литература. Полное погружение». Я не знаю, я всегда горячо любила литературу с самого детства. Это был мой, можно сказать, ведущий предмет в школе, и у меня всегда была пятерка. Потому что мне действительно очень нравилось рассуждать на отведенную тему, мне нравилось анализировать произведения, искать какой-то потаенный смысл в поступках тех или иных героев. У меня это неплохо получалось, поэтому литература, особенно теория, история литературы, всегда имеют особое место в моем сердце. Однако «Осторожно, модерн» очень зацепил меня, я показываю на свой ноутбук, если что, он очень зацепил меня именно своим описанием, потому что этот курс выглядит довольно обширным и, знаете, наполненным какими-то интересными фактами. Например, из него можно узнать, почему Альфонс Муха, это, кстати, очень крутой чешский живописец, я знаю его постольку поскольку. Сейчас репродукции и просто распечатанные принты его картин можно очень часто встретить в разных винтажных пространствах. Так вот, почему Альфонс Муха занимался рекламой? Почему герои картин-символистов не смотрят прямо на зрителя, а всегда немного отводят взгляд? Есть ли смысл в картине борьба скелетов за копченую сельдь? Боже, я должна прямо сейчас загуглить эту картину, потому что звучит многообещающе. В общем, это тот случай, когда я еще толком не видела сами произведения, но мне не терпится узнать о них подробности. Если вы тоже хотите сформировать для себя идеальный досуг, когда вы не просто отдыхаете, но и расширяете свой кругозор одновременно с этим, вы можете оформить годовую подписку синхронизации. Это один из крупнейших лекториев России, который функционирует уже 8 лет и верит, что интересная жизнь начинается с интересных мыслей. По подписке вы получаете все и сразу. Более 600 часов полезного и качественного контента по 16 темам. Там и искусство, кино, литература, музыка, психология, история, soft skills, и это далеко не полный список. Вам откроются 4 вида лекции, видеокурсы, записи вебинаров, телеграм-курсы и онлайн-вебинары в удобных и увлекательных форматах. Это то, что цепляет меня в синхронизации. Их видеокурсы настолько захватывающие, что я погружаюсь в них не хуже, чем в любые самые залипательные сериалы. В то же время аудиокурсы это отличная замена подкастам. Лично я всегда очень сильно страдаю, чтобы найти действительно стоящий подкаст. Мне кажется, это отдельная работа. Ну и плюсом учебы в синхро это общение, причем не только с лекторами, но и с единомышленниками, которые всегда рады и готовы обсудить новый материал вместе. До 8 сентября в синхронизации проходит акция Back to School, где первые 100 подписок доступны всего за 10 800 рублей вместо 36 000. А следующие вы получите со скидкой 65%, то есть за 12 600 рублей. Промокод Вострикова работает для всех курсов синхронизации и оплачивать можно как угодно. Карты из России, карты из-за рубежа. Если вам интересен сплит, это тоже один из доступных вариантов. Что ж, теперь я отключаюсь, потому что этот отрезок вечера, он только для меня. Я проведу его со своим чаем, со своим ноутбуком на этом суперудобном диване. Время нашей маленькой вечерней прогулки. Есть ощущение, что еще чуть-чуть и начнется ливень. It feels surreal, but at least here, by my side forever. As you love her, who kiss the ultimate love to the city flower. You can't hear the sun, the light. Вообще по утрам мы обычно ходим гулять в лес, но вечером это обязательно озеро, потому что здесь самые фантастические закаты. Не сегодня, потому что небо было слегка затянуто весь день. Вы даже не представляете, как быстро эта собака бежит, когда мы идем в ту сторону, но когда он понимает, что мы идем обратно домой, он буквально плетется за мной. У нас с вами официальное время готовить ужин. Итак, о чем я думаю? У нас есть новое большое ведро ароматных деревенских томатов. На другой кухне у меня размораживается фарш, я подумала, отличная идея будет приготовить пасту, потому что мне нужно незамысловатое блюдо сегодня. Это был очень долгий и очень тяжелый день. Если честно, у меня появился новый уровень уважения к моей маме в плане того, как она ухаживает за бабушкой в течение последних многих-многих лет. Я всегда знала, что это непросто, всегда периодически помогала ей каким-то образом, но никогда не выполняла полноценно всю работу. Поскольку сегодня выходной день, это выходной нашей сиделки, которая ухаживает за бабушкой. И первый раз с утра и до самого вечера я делала все сама и скажу вам так, у меня не осталось времени ни на что другое. И у меня не укладывается в голове, как моя мама успевает делать это, в тот же день устраивать вечеринку на 15 человек. И на следующий день делать все то же самое, при этом мыть все за ними. Я не знаю, может быть я такая или все наше поколение по сравнению с поколением наших родителей гораздо менее выносливая. Мы чуть больше стонем, чуть меньше делаем. Но да. Мама, я рада, что у тебя есть возможность сейчас официально отдохнуть от всего этого. Просто посмотрите на эту прелесть. У меня есть убеждение, что чем уродливее помидорина, тем она будет вкуснее. Я буду использовать лук и ровным счетом больше ничего. Мне кажется, когда продукты хорошие, не нужно перебивать их вкус. Нужно просто дать им возможность раскрыться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще один день, еще одна утренняя прогулка Воздух уже абсолютно точно пахнет осенью Я не противник осени Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ильяс очень хочет эту белку У него есть мешочек с орехами И сейчас он будет ждать ее Но вряд ли дождется такого доверия Не повезло сегодня Повезет завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть вот такая смесь для хлеба Я почитала инструкцию, ничего сложного Мне просто нужны дрожжи, горячая вода, замесить тесто и выпекать в духовке Я думаю мы справимся с этим Когда они будут готовы Я с огромным удовольствием съем одну булочку со сливочным маслом и сыром Может быть с чашечкой кофе На один из праздников, уже никогда в жизни не вспомню на какой Я подарила маме эту штуку Называется миксер, я не знаю, миксер Здесь есть насадка, чтобы делать тесто В прошлый раз, когда мне нужно было приготовить мексиканские лепешки на 20 человек Эта штука спасла мне жизнь Я никогда в жизни так быстро и беспроблемно не месила тесто Это очень недооцененное изобретение человечества Поэтому сегодня я буду использовать ее тоже Она такая теплая Тесто выглядит безупречно Теперь нужно крыть его полотенцем И оставить примерно на час в теплом месте Теплое место, теплое место Мы вернемся к этому через 40-50 минут Я разогреваю на обед вчерашнюю пасту Я не знаю, как это выглядело, но она получилась на удивление изумительной Очень насыщенный томатный вкус Я добавила туда травы, они полностью раскрылись Это было потрясающе И те маленькие отдельные помидорки, которые я запекала в духовке в оливковом масле Тоже добавили что-то, что-то Единственное Я не знаю, почему, видимо, я настолько устала вчера, что я не додумалась Перемешать все это с макаронами и обжарить Я просто выложила макароны, сверху добавила соус, разложила томаты Презентация была на троечку Поэтому сегодня я обжариваю все вместе и мы будем доедать это на обед Мое тесто уже должно быть готово Я слегка забыла про него, потому что таймер прозвенел очень давно Дело в том, что завтра день рождения у одной из моих лучших подруг из Петербурга Я заказывала ей небольшой букет от нас И немножко потеряла счет времени, пока выбирала его Итак, давайте посмотрим Оно поднялось, выглядит отлично Теперь можно формировать наши булочки Немного муки Я ни в коем случае не стремлюсь к тому, чтобы они были идеальными Мне хочется, чтобы у этих булочек был самодельный вид Я уже смазала противень маслом И оставила эту маслянистую салфетку на случай, если мне захочется смазать их сверху Булочки выглядят отлично, я присыпала их мукой, потому что мне очень нравится, когда на готовом хлебобулочном изделии есть мука По-моему, это очень приятный штрих, который одомашнивает выпечку Мы оставим их еще на 40 минут У меня такое сонное состояние весь день, наверное, из-за погоды Да, я прям не могу сидеть Остаюсь Я прямо бы... И моргни 15 минут Маленький дневной сон себе устроила Нет, твой фильм мне не помешает, если я хочу спать, я буду спать Но это не касается ночи Ночью я не могу засыпать с телевизором А днем? Да, 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 конечно, придумалось Как угодно Даже если поезд будет ездить прямо через этот дом Ты тоже сонный? Нет Взбудораженный Поэтому зеваешь? Ходишь взад-вперед, анализируешь какую-то мысль? Нет, просто Думал, какой фильм охрененный Пит Дэвидсон? Да Да? Да Пит Дэвидсон? Он что, теперь настоящий актер? Мне нравится он, на самом деле Он забавный Мне кажется, мы готовы Просто загляденье Мне кажется, это один из тех нечастых моментов в моей жизни Когда я получила именно то, что представляла в своей голове Я думаю, позже мы сделаем маленькое барбекю Мы пожарим мясо на мангале И съедим его с этими самыми булочками Вообще сегодня наш день вывоза мусора Но поскольку в холодильнике закончилось молоко И закончилось сливочное масло И туда, и туда мы бы не успели Поэтому мы займемся мусором завтра Сегодня мы просто сходим в магазин Который закроется очень скоро Который закроется на мангале Сметаник с брусникой Красное вино Фермерское молоко И много-много картошки Видимо, положили случайно Косиша в магазине положила И это все наши покупки на сегодня Ребята, просто посмотрите на наш маленький сетап Для сегодняшнего барбекю У нас есть шикарное мясо Которое даже не нуждается ни в каком маринаде Мы будем жарить его просто так С солью, перцем, каплей оливкового масла Здесь я завернула в фольгу молодой картофель Который мы будем запекать И мы будем есть его со сливочным маслом И с этими деревенскими сливками И раз уж у нас есть свежие булочки Мы подумали, что можно сделать нечто наподобие бургеров Именно поэтому я порезала помидоры таким образом Порезала красный лук Возьмем пару соусов И мне кажется, это будет великолепно Также мы запечем эти три несчастных болгарских перца Которые лежат в холодильнике уже неделю Я тоже вручную думаю Все равно еще раз придется идти Субтитры сделал DimaTorzok Получил? Мамин защитник Мамин защитник Да Я, я Мамин за диктори Вау, наконец-то музей Вау, вот это солнечное утро. Добро пожаловать в новый день. Сегодня у меня очень много работы. Преимущественно я буду сидеть за компьютером. Потом вечером, я думаю, мы приготовим что-то вкусное. Я размышляла о белых грибах. Я хочу пожарить их с картошкой. У меня такое ощущение, что в любую минуту ливанет дождь. Надо бежать. Пахнет божественно. Много укропа и сливок. Мне бы пробовать именно картошечку, но тогда, значит, не готово. Мне как-то получилось. Мне кажется, соли жесткости не хватает. Я в кресле не готовлю. Вы лежи еще? Ребята, я искренне хотела поснимать для вас еще один день сегодня, но правда в том, что я чувствую себя просто ужасно. Чтобы выпустить это видео вовремя, к выходным для вас, мне нужно было сделать тонну монтажа. И, если честно, меня не хватило ни на что другое. Сейчас 9 часов. Ильяс взял на себя приготовление ужина. Огромное ему спасибо. Потому что я не в настроении и не в состоянии готовить ужин. На самом деле я поспала примерно 20-30 минут, и мне стало значительно легче. Я все еще чувствую какой-то странный предтемпературный озноб. Надеюсь, надеюсь, что я не заболею, потому что еще не хватало заразить бабушку. Завтра утром, если все будет хорошо, я хочу сделать йогу, потому что с тех пор, как погода испортилась, я совершенно перестала заниматься. Мне кажется, я просто привыкла делать это на свежем воздухе. Мне очень нравилось делать это на свежем воздухе. У меня была огромная мотивация. На следующей неделе я возвращаюсь в Петербург, чему я очень рада. Первым делом я иду встречаться со своими друзьями. Вторым делом я покупаю абонемент в свою любимую фитнес-студию, потому что мне очень не хватает занятий в команде, мне очень не хватает какой-то направляющей, чтобы вернуться на свой спортивный путь. Кстати, пока что я еду одна, потому что у Ильяса еще есть некоторые дела в Екатеринбурге. Он нагонит меня чуть позже, примерно через неделю. Так что мы с вами увидимся уже в Петербурге. Держите за меня пальчики, чтобы я не заболела. Я буду держать за вас. Никому из нас это не нужно. Вас очень люблю, и мы увидимся в следующий раз.